Здорово для приветствия Елене Александровне Крюковой, заведующей кафедрой языков народа в Сибири Томского государственного педагогического университета. Добрый день. Я очень рада всех приветствовать сегодня на нашем мероприятии сказки народа в Сибири за чашкой чая. Сегодня наша чашка виртуальная, но я хочу немножко вернуться назад в историю. Первое такое заседание за чашкой реального чая прошло в 2019 году в феврале, когда мы собрались в Томске на кафедре языков народа в Сибири. И это мероприятие было посвящено Дню родного языка. И тогда в нашей лаборатории прозвучали сказки на кецком, на селькубском, на телиутском и на чулымско-тюркском и еще на хантыйском языках. В 2020 году у нас это мероприятие не состоялось по всем известным причинам. А в этом году, уже освоив вот такой онлайн формат, мы решили продолжить, но уже за виртуальной чашкой чая. И сегодня я вижу, что у нас присутствуют опять представители вот всех тех языков, которые мы изучаем на кафедре языков народа в Сибири. Это наши кеты, это наши селькупы, наши ханты, наши чулымские тюрки, наши телиуты. Никого не забыла? Вроде бы нет. И я еще раз хочу сказать, что это мероприятие задумывается и задумывалось, как это не показательное выступление, за чашкой чая собираются обычно друзья. И у нас такая свободная программа, вот мы просто рассказываем друг другу сказки или читаем сказки. И сегодня вот прозвучит, мы тогда вот так сориентируемся по программе, сказка на кетском языке, тогда я начну, раз мне дали слово. Вторая сказка у нас прозвучит в исполнении Валерии Лемской и Ольги Костровой на чулымско-тюркском языке. И потом у нас прозвучат селькупские сказки, часть сказок будет в записи, часть сказок будет в реальном времени. Прочитает сказку, как я поняла, на кетском диалекте селькупского языка Сергей Ковылин, это сотрудник кафедры языков народов Сибири. И, наверное, Ирина Анатольевна Коробейникова тоже на своем диалекте прочитает сказку. Вот, ну давайте теперь начнем. Сказка на мансийском языке. А, еще будет сказка на мансийском языке. Это здорово, отлично. Вот у нас еще манси присоединились. Это историческое событие, потому что это впервые за нашей чашкой чая. И так, здорово. И будет сказка на телеутском языке. И на телеутском. Хорошо. То есть вот у нас уже вот столько сказок набралось. Ну тогда давайте начнем. Я сейчас, у меня презентация, то есть я вот буду читать. Можно мне предоставить экран, потому что я не могу сейчас пока присоединиться. Организатор отключил демонстрацию экрана участников. У меня написано. Жду права. Нет, должны быть у вас права. Нет, нет. Вот я нажму. А, все, теперь есть. Так, сейчас я попробую. Пожалуйста. Пожалуйста, скажите, видно ли мою презентацию. Да, да, все хорошо. Итак, вот сегодня я решила взять вот такую мифологическую сказку. Эту сказку, откуда пришли собаки. Так, у меня как-то странно. Теперь это отображается. Так, ага, это мне, сейчас, извините, у меня тут, ага, вот, вот так. Эту сказку, откуда пришли собаки, записал Генрих Каспарович Вернер. Это южнокенский диалек, Келлокский говор в деревне Келлок. Это было записано в 1988-89 году. Рассказала ее Зоя Павловна Ирикова. И Генрих Каспарович эту сказку проверила с Виктором Харлампевичем Бальдиным и его сестрами Ниной и Клавдией. И вот эту сказку я также увидела в книжке Алексеенко, которая называется «Мифы и предания. Сказки кетов». И здесь вот эта сказка, она как раз, здесь все сказки разделены вот на такие большие разделы. И данная сказка относится к мифам и мифологическим сказкам. И у Алексеенко эта сказка под номером 15, она называется «Как человек смертным стал». То есть вот названия немножко отличаются, а вообще сказка та же самая. Ну, давайте начнем. Ну, вот небольшой комментарий. Это глагол грамматический, проглагол говорить. В этом тексте достаточно он часто будет встречаться. Значит, она говорит «Маня», они говорят «Мань-мень», он говорит «Баря» или «Деда». И Нима, я говорю, у нас встретятся две формы «Говорят» «Мань-мень» и он говорит «Баря». Начнем. Ну, вот название «Белиль-тап-димбесин», это изначально, это я перевела в кирилистическую транскрипцию. А вообще сказка у Генриха Каспаровича, она в книжке «Кетский язык», в транскрипции вот в такой латинской. И я переделывала ее в кириллицу, я поняла, что я не могу по кириллице читать, извините. Но для наших кетов я потом переделаю это в кириллистическую транскрипцию и обязательно эту сказку вам отправлю в наш чат и в ВКонтакте, в группу, уже в кириллистической транскрипции, чтобы всем было понятно. Сегодня я буду по такой фонетической транскрипции в латинице и здесь вы можете следить за мной по переводу. Итак, «Белиль-тап-димбесин». День ильбана долин 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 из-дегребез из-катой долдак. Тамбили там аку ситонок бангакет дуну. Туркотил кетбанга дуну. День ильбанг итангля. Белиль-тап-досерин. Бун ален дилангден. Из аховыльден биля аллен день ду янганден. Баря хипдана. Хитекон дэнганга. У день агаро атентонь аллен десигин. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...